хочу поделиться как я устанавливаю каркас под различные покрытия для гипсокартона имитация брус у меня тоже на профиль прикручена все тут нет ничего такого сложного и наверно все все уже сто раз видели все это понятно просто вот например вот у меня пароизоляция на стенах и на потолке на чтобы ее лишними саморезами отверстия не делать и для удобства разметки прикручиваю доску вот на эту доску и наношу разметку уже прикручиваю профиль очень удобно получается вот вот у меня помощник зову его инопланетный гость из какого-то фантастического лазерный построитель плоскостей вот очень удобная штука а так раньше все есть я один работаю так раньше все использовал но отвесом пользовался не уровнями чем отвесом если надо вертикально что-то поставить ровно ответств очень нужная вещь так строительстве вот потом выставок вот по периметру профиль стартовый прогоняем вам вставляю уже профиль 60 на 27 профиль у меня не кнауф 0 5 миллиметров я мерил штангелем как бы такой средний ценовая категория ну и не очень тонкий подвес я использую миллиметровый всегда подвесы всегда хорошие покупают вот с расстоянием от стены до этого то есть я выбираю саму например точку выступающие и вот от нее выставляю профиль впоследствии это там я уже не заморачиваюсь как бы если что к стенке прикрутить а если там какие-нибудь там провода или что это уже как бы это я точно знаю что я уже ну или трубы точно знаю что я уже в них не попаду саморезом и не как бы не парюсь насчет расстояния тут большое там вот тут комната 6 более 16 метров так тут для меня тут как бы не критично это тут нормально ну я не говорю что там выставляете как это можете на 10 лет нет нет просто выбираете как я делаю выбираю самую выступающую часть на плоскости и вот от нее отступаю в данном случае отступил 5 сантиметров 5 сантиметров от стены может вы скажете а чё перегородки так как бы почему бы не прикрутить сразу вот здесь как бы ну гипсокартон здесь будет на этой стенке как бы почему сразу не прикрутить как бы доске вот когда я делал перегородки эти доски они как бы естественной влажности были ну то есть спилили и распилили там сколько времени это прошло ну там скольче подсохла чего лежала у меня под навесом к вот почему я делаю всегда каркас ну чтобы как бы стена жила своей жизни вот эта конструкция как бы перегородки а покрытие вот отделочная которая далее будет жила своей жизнью то есть пусть все там усыхает ну все равно она сохнет как бы высыхает все это ну деформируется а на на отделочный материал уже который будет ну как финишные уже будет не будет влиять как бы это стена отдельно финишное покрытие отдельно получается вот да вот еще почему я 5 сантиметров отступаю к вот если обратите внимание получается если вот к стенке пример атаки так как бы подвес ну прям почти вплотную сделать как бы к стене то есть получается видите тут такое отверстие как бы и получается вот отверстие для самореза одно как бы во первых неудобно это все так руку не подсунуть не поддержать ничего как бы это провода тут не пропустить как бы если будет все вот так вот как бы все плотно как бы все это как неудобно поэтому и отступаю как два сантиметра то есть прошлый 227 сантиметра вот два сантиметра лишних роли никакой не играет поверьте когда вы все оба счете это нормально все будет как даже не заметите что у вас что-то там расстояние какой-то там лишние там забрали что-то там это все это как бы не фантазии это понимаю у вас мебель готовая и вы под нее подгоняйте хотите и впихнуть как бы оттуда как бы мебель у нас пока нет и я думаю тут местах достаточно как бы насчет этого не переживаю там что там два сантиметра где-то там лишних как бы тебя забрал комнаты квадратуру уменьшил это все фигня короче вот так что и вам советую не переживать главное чтобы удобно было работать а тут вот так когда вот расположена начинаешь дополнительно тут сверлить как бы подвес на миллиметровый сначала просверлить потом саморез загнать это все неудобно это если ли которые помешаны конечно на этих все боятся что там уменьшится что-то там так критично это все будет что ваш дышать не смогут они воздуха хватать не будет но я тем не менее не говорю что там отступать и там по в 10 сантиметров или нет конечно это уже лишь как бы пять сантиметров вполне достаточно и кабеля протянуть и гофру и здесь все то есть не пять сантиметров а получается вот пять сантиметров по этому краю тут можно протянуть там и трубу какую-то и все 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 можно подвесы всегда устанавливаются не более 50 сантиметров друг от друга не жалею тоже не саморезов никогда не жалею ни на что как бы не на подвесы экономии нет никакой больно такой глобальный какой-то вот тут у меня уже наружная стена я ее ничем не закрываем из бруса чтобы она дышала и все было хорошо все наружные стены они у меня не заделаны пароизоляции или чем-то и какими-то пленкой не делают чтобы все дышал и нормально все было труды вон у меня пущены отопление будет под обшивкой как его все это вот далее когда установил все подвесы вот натягиваю шнур по всей плоскости выше подвесов выше подвесов чтобы удобно было крутить и смотреть ровнять по всей плоскости на пришиваю прикручиваю нитку самый такой нормальный удобный вариант выровнять плоскость тем более одному человеку далее притапливаю ну то есть один оставляю профиль чтобы ровнять остальные все притопил чтобы нитки не касались затем берете где-то когда будете подвес прикручивать миллиметр до нитки не доходя и прикручиваете один профиль сделали 2 отпустили опять и так тогда так все профиля подвесы я креплю такими вот вот тут именно все спиртное общее так вот теперь покупают сам по сниженому будут желать припихать саморезы то есть если вы желаете общее переписываете результат это общее какое-то очень нужно нужно общее иметь чтобы не допустить ровным расточниками припихать такой очень хорошо пишется то есть ты всталить из только к тебе что то есть когда смеется с границами не и как саморезами вот а при шарбе они все время проворачиваются их нету там таких ребер как бы которые цепляют металл вот во вторых они у них толщина больше чем у этого самореза этот саморез вы крутите как бы чуть-чуть приспустили можете туда-сюда подвесом как бы регулировать расстояние до нитки как бы потом прижать рядом прикрутить потом я обычно на 4 один подвес 4 вот таких вот два с одной стороны два с другой стороны саморезов а пришиву если вы вкрутили и у вас она ушла чуть-чуть сторону отодвинула нитку там то вы все ищите ну на в новое место вкручивать то есть она болтаться будет так вот используйте ну и так мой совет не знаю вот такие лучше самый маленький 11 11 миллиметров и удобно и игру можно регулировать и опять прижать и она будет держать крепко при шайба так не будет вот сейчас примерно покажу не примерно покажу зазорчик такой маленький и на миллиметр не задевает видите и вот так профиль за профилем вот когда вас будет все так хорошо следующий профиль вы точно также будете клетки подводить вот и и будет все ровненько и красиво еще если даже будет там где-то у вас что-то чуть-чуть побольше там не пугайтесь пусть будет лучше но не получится там или ну как-то не очень выйдет там пусть всегда когда что-то делаете стену ровняете штукатурка или там с помощью профиля там или еще каких матери пусть лучше у вас будет маленькая ямка чем маленький бугор